Мясо Здравствуй, Надежда Я благодарна тебе, что ты пришел, потому что уже неоднократно убеждалась, что то, что ты говоришь, действует на практике Сто процентов Мы постарались здесь создать витрину, какая есть на рынке, в супермаркете Выбрали практически все сорта мяса, которые присутствуют сейчас И начнем разбираться, как же все-таки правильно выбрать мясо Значит, первое, обращаем внимание на его внешний вид Мясо должно быть сочное, яркое, красивое Мясо не должно быть темное Этот свидетельствует о его низком сорте Если темное мясо, в этом месте могла собраться кровь Когда происходит забой, если животное нервничало, много крови остается в мясе Чем больше крови в мясе, тем хуже качество этого мяса Кровь — это разносчик инфекций и микроорганизмов, а особенно летом Поэтому мы должны выбирать мясо, чтобы на нем не было кровяных сгустков Если мясо правильно забили, сердце животного билось правильно, вся кровь из него выходит Мясо обескравливается и качество мяса становится намного лучше Качественное мясо хранится трое суток, мясо с кровью хранится не более суток Следующее, что может быть в мясе — это гематомы и удары и побои Соответственно, это тоже место развития микробов и микроорганизмов То есть на это тоже следует обратить внимание Я бы не рекомендовал это мясо выбирать А я не знала, что чем больше крови в мясе, тем опаснее его употреблять Когда мы приходим к витрине, мы не знаем, сколько это мясо хранится там Да Оно может быть хранится уже двое-трое суток А мясо с кровью, если мы увидели, ну максимум сутки, тогда его можно использовать Дальше это очень опасно И вкус этого мяса будет не очень хороший Отличный совет Мы посмотрели на мясо, нас все устроило Цвет, вид Следующее, нужно надавить на него Если мясо восстанавливает свою прежнюю форму, значит мясо качественное и хорошее Если мы давим на мясо и остается вмятина, вот, к примеру, на филе Мы давим на него, и оно не восстанавливает свою форму И что это значит? Это значит, что мясо или неправильного убитого животного, или это мясо уже было размороженное Нежелательно его брать, потому что когда мы его пожарим на сковородке Оно будет очень сухое и очень жесткое Дальше я бы рекомендовал понюхать это мясо Запах говорит о многом К примеру, берем наш кусочек качественного мяса Нюхом его пахнет довольно-таки приятно свежим мясом Мясом Не свежее мясо сразу выдаст запах Это будет или кислый запах, или будет какой-то горький запах Или это может быть даже запах антибиотиков Мы должны на это обращать внимание и всегда быть на чеку Ты говоришь антибиотики, что это значит? Можно провести простой тест, если вам позволит продавец Берем кусочек мяса, поджигаем его зажигалкой И вот этот аромат, который исходит от нагревания Он сразу выдаст на 70% качество мяса Если там будет присутствовать много лекарства или антибиотика На запах На запах, да Мы этот химический неприятный запах сразу почувствуем Дальше нас могут продавцы, особенно на рынках, обманывать Вот этот кусочек мяса, к примеру, он красивый, но не до конца красивый Вот этой вот плевы продавец не должен был оставить Он должен был ее вырезать, потому что мы покупаем дорогой кусок мяса А в итоге вот эта плева, которую мы будем дома отрезать, это и вес, и вид И я могу потребовать у продавца, чтобы он очистил мясо? Конечно, за этот кусочек мы платим деньги, как за хорошее и качественное мясо Еще один нюанс Перед нами лежит практически самое дорогое мясо Это говяжья вырезка Так как это мясо дорогое, его не все покупают Оно может храниться дольше, чем обычные сорта мяса Желательно к дорогим сортам мяса относиться очень аккуратно И лучше заблаговременно просить продавца, чтобы при вас вырезали именно этот кусочек мяса А это тоже возможно? Конечно Те, кто соблюдает качество, любит своего покупателя, будет идти им на встречу Ну, допустим, если кусок мяса в одном месте плохой, как здесь вот, темное Это значит, что лучше вообще не брать? Или можно ту часть отрезать, а оставшуюся взять? Можно попросить эту часть отрезать, ту часть оставить Покажу заветренное мясо Вот три кусочка мяса Одно у нас свежее блестит Второе у нас заветренное Видно по нему, оно уже сухое Будто бы на него феном подули, вот такое ощущение Суховатое и матовое, да? Да, суховатое и матовое, да Может быть, даже уже по краям появятся коричневые какие-то вот полоски Или стороны будут коричневого цвета И третий кусок мяса На нем присутствует гематома К ней нужно тоже относиться с осторожностью Из этих трех кусочков мяса ты выбираешь? Я выбираю первый кусок И мы выбираем первый кусок Потому что он сочный, блестящий и без повреждений и гематом Перейдем к следующему нюансу Посмотрим на лоток, который стоит в витрине Если в лотке очень много воды Значит, мясо было или размороженное Или в мясо добавили воды, чтобы набрать нужный вес Или же это мясо, приготовленное уже с определенным рассолом Который продлевает его срок годности, срок хранения Это что, три способа обмануть покупателя? Это только первые три способа обмануть покупателя А в чем тут дело? Мясо свежее, якобы По цвету оно уже отличается Это мясо нормальное Это мясо уже обработанное консервантами и специальными препаратами Вот эту более темную часть мяса Ты специально обработал какими-то препаратами? Да, эту часть мяса я обработал препаратами Это мясо через день уже заветрится и станет вот таким Вот эта часть мяса будет лежать у нас 2-3 дня, не меняя свой цвет, качество и запах. И что же это за препараты? Это препараты на основе солей лимонной кислоты. Якобы лимонную кислоту мы потребляем без проблем, но, опять же, вредно не вещество, а количество. Соответственно, это может влиять очень сильно на наше здоровье. Это соль лимонной кислоты, одна из составляющих. Они ее берут, вот, посыпают на мясо и красиво натирают. Вот. Буквально через 3-4 минуты мы даже, я думаю, увидим это мясо, потемнеет, станет другого цвета и поменяет свою консистенцию. Если мы пальцем это мясо потрогаем, оно водянистое, рука к нему не прилипает. Если мы потрогаем этот кусочек мяса, рука уже к нему липнет, и мясо будто бы пластилиновое становится. То есть у нас мясо уже из свежего переходит, скажем так, в несвежее, законсервированное. И вот если потрогать, то таким образом можно определить, что оно обработано солями лимонной кислоты. И его не нужно покупать. А ты говорил еще о том, что как-то попадает вода в мясо и антибиотики. Да, это отдельная история. Ты сейчас сделаешь то, что делают недобросовестные продавцы, чтобы обмануть нас с вами и продать некачественное мясо. Да? Да. Значит, что мы делаем? Берем соль, эту же, разбавляем ее в воде. Здесь важно, какая будет концентрация? Или уже в плохом деле? Не всегда люди, которые работают на рынке, имеют определенное образование, чтобы правильно этими веществами пользоваться. Поэтому может быть все, что угодно. Выбираем любой кусочек мяса, к примеру, этот, да, и вводим в него рассол. Мясо начинает вот надуваться. Вот прям видно на глазах. На глазах. Тяжелее. И мы переплатим на 20% больше в ущерб не только своему кошельку, но и здоровью. Я с тобой согласен. Кошмар. При этом мясо это постоит, и вода в нем как бы останется, застынет. Мы даже не увидим, что эта вода в мясе присутствует. Но когда мы будем есть приготовленное из этого мяса блюдо, мы будем употреблять в больших количествах вот этот препарат. Вот эти препараты, да. О мясе мы вроде вкратце поговорили, теперь поговорим о сале. Традиционное сало. Может и с ним что-то не так быть? Раньше сало было вот такое всегда. То есть толстое, красивое. Для того, чтобы прийти к тебе в гости, я постарался выбрать красивое качественное сало. Я не мог его найти. В чем проблема? Раньше фермеры кормили своих свиней чем попало, как угодно. И свинья кушала, обрастала красивым, хорошим салом, но при этом в ней было очень мало мяса. Сейчас появились специальные добавки, которые позволяют уменьшить количество сала и увеличить количество мяса. Для фермера это хорошо, потому что сало, как всегда, был дешевый продукт, мясо дорогой продукт. Соответственно, мы растим свинью для того, чтобы получить много мяса. Но при этом сала становится очень мало. То есть свинью кормят специальными добавками, вкалывают антибиотики, гормоны и стероиды, которые помогают ей набрать рост, мышечную массу. Это выгодно производителю меньше сала, больше мяса, больше прибыли. То есть в скором времени мясо будет вместо таблеток. Мы чем-то заболели, съели мясо, получили нужную дозу гормона, антибиотика и, в принципе, выздоровели. Значит, что на рынке, если я смотрю, что у человека, который продает свинину, рядом с этой свиньей лежит тонкое сало, я прохожу мимо. Можно проходить мимо смело, знать, что это мясо выращено по ускоренной технологии. Сало должно быть от 5 до 10 сантиметров. Тогда мы будем знать, что эта свинья выращена в домашних условиях. Значит, сало может быть подсказкой, как выбрать правильное мясо. Присутствует на рынке искусственное сало. Его используют в мясопереработке. Если вы купили колбасу и хотите проверить, настоящее там сало или искусственное, возьмите кусочек этого сала, бросьте его на сковородку. Если оно растает, значит сало настоящее. Если оно останется кусочком, значит это искусственное сало. Так можно проверить, качественная ли вареная колбаса с салом, которую мы время от времени покупаем. Покупаем и так все любим. И осталась у нас всеми любимая курица и ее запчасти. Это самое диетическое мясо, что ни на есть, потому что в нем, кроме воды, практически мяса очень мало. Филе сейчас очень часто шприцуют и замачивают в воде в разных рассолах. И поэтому вот этот кусочек филе качественный, этот уже некачественный, напичканный водой. И сразу видно, что это некачественное мясо. Мы его трогаем. Это плотное, это у нас уже мягковатое. Ну, скажи уж, если на вид филе вот такое, сухое, без лишней воды, то там все-таки есть какой-то белок нужный организму? Там есть нужный белок, и это филе качественное, его можно покупать. Есть еще на рынке такой продукт, как фарш. В чем проблема? Вот эти части иногда некрасивые, их обрезают. И потом с помощью разных добавок их перекручивают в мясорубку, и мы получаем фарш. Поэтому, если мы хотим купить фарш, мы должны показать кусочек мяса хорошего, кусочек хорошего сала, который выбираем сами, и попросить его прямо на месте перед нами перекрутить и сделать. Потому что тот фарш, который продается на витрине, может быть некачественный, с добавками и долго хранится. А если продавец отказывается это сделать, значит, возможно, от нас что-то скрывают. Еще один вид мяса – это дефростированное мясо. То есть, что это такое? Кусочек мяса где-то в Бразилии был упакован, заморожен и приехал к нам на Украину. Так. Потом это мясо размораживают, с него стекает вся вода вот таким образом, и его выкладывают на витрину, будто бы это свежее мясо, только что полученное от животного. Как мы его можем определить? Обратить внимание на срез мяса. Если очень рыхлый срез, значит, это мясо было уже размороженное. Значит, влага, которая замерзла в мясе, его разорвала изнутри, и поэтому оно стало рыхлое, сухое, некачественное. А что плохого в целом в замороженном мясе? В замороженном мясе – это как жевать кусочек подошвы. То есть, в принципе, и жуется, но удовольствия мы не получаем. То есть, у замороженного мяса просто не тот вкус, который мы ищем в качественном мясе. Ищем в качественном мясе. Спасибо тебе, Андрей. Я уверена, что мы еще не раз встретимся. Советы нашего эксперта сегодня помогли нам точно определиться, какое мясо стоит выбирать, а какое нет и почему. Прислушивайтесь к этим рекомендациям, и все будет добро.